Привет всем, с вами ваша Силва Батафлайз, Терепная Бабочка. Решила записать видео, что я недавно смотрела. Значит, с утра посмотрела сегодня модный подкаст Алексей Сухарев, и вот этот вот, который Симонов с Фарагрантики, и еще один парень, который закройщик, модельер. Он сидел в шикарном, как говорится, с иголочки, в кожаном костюме, но кожаный, по крайней мере, был пиджак, сшит безупречно, забыла, как его звать, по-моему, Логинов. Логинов, Сухарев, Симонов, как-то так. Хорошо они посидели так, но про них, может быть, я как-нибудь отдельно поговорю, потому что там многие темы обсуждались парфюмерами, которые мне стали интересны. Вернее, они и были интересны, но хочу тоже на эту тему подключиться. Потом я смотрела канал женщины, они там говорили почти два часа про секс, и как играться, и какие сексуальные косметички каждая женщина, оказывается, должна иметь. И столько всего, что я узнала, что я думала, что я все знаю, а оказывается, я не знаю ничего. Потом до этого, я посмотрела буквально за день до этого на другом канале, я сказала об этом в другом видео вкратце. Там девочка, которая постоянно муссирует тему секса и денег. По-моему, так же и канал называется «Секс и деньги». И она этим вопросом очень увлечена, она приглашает туда гостей, экспертов в этом деле и так далее и тому подобное. Про нее тоже отдельно и про гостю тоже отдельно. Факт тот, что два дня, то есть один день разницы, они говорили буквально текст в текст слова про какие-то сексуальные игрушки и вот техники, техники так называемые. И что мне было самое, что смешно, там такие названия таких мест интимных, что я первый раз слышу. Ну, короче, давайте эту тему я тоже опущу пока, потому что я боюсь, что у меня батарейка сойдет на нету, на тот 1%. Я расскажу, какие фильмы я смотрела. Ну, такие, уже не такие уж, как сказать, открытые. Может, потом еще пользуюсь парфюмом, посмотрим. Может быть, про себя немножко расскажу, что было вчера, какой день классный был вообще. Вчера был какой-то очень странный классный день. Было тепло где-то 25-26. Это у нас октябрь почти под конец идет. И вот такая какая-то вот тишина была в воздухе. И в то же время красная заря. И настолько странно. Я оказалась в совсем другом районе, где я вообще близко не бываю. Ну, про это я тоже хочу чуть позже рассказать, господи. Что я сделала? Блин, я же это вырезать не смогу. Господи, боже мой. Все. Короче, что я смотрела из фильмов. Фильм называется «It's my turn», а теперь «Моя очередь» 1980 года с Майклом Дагласом. И ее зовут Джилл Клейбор. Фильм очень интересный. Я никогда в жизни его не видела. Значит, 1980 года, советую всем посмотреть. И там такие песни, естественно. Вот что они любили делать в прошлом. Они ставили такие классные песни, которые вот просто успокаивающие. Такие вот, ну, такие льются, как говорится, как мелодия льется. И ты просто слушаешь, как она тебе заливается, уши называется. Ну, это новая фраза, это из настоящего. Но, тем не менее, она подходит. А второй фильм называется, это мы вчера посмотрели. «Someone to watch over me». Если тот переводился. Значит, этот переводится «Мне нужен тот кто-то, кто будет смотреть за мной». То есть, получается так, что 1987, значит, 1987 год. Женатый нью-йоркский детектив, которого играет Том Берингер, работает каким-то, вот, значит, ну, как бы он охраняет женщину, в роли которой сыграла Мими Роджерс. Мими Роджерс сыграла в моем любимом фильме «Сен Элмос Файер», то есть «Огни Сен Элмо», где там все красавчики 80-х, один как на… все как на подбор. Сейчас они все звезды большой голливудской величины, такие как Роб Лоус, как Дэми Мур, кто там еще. Вот этот вот, который постоянно курил. Кстати, про него тоже отдельная история, потому что он решил создать такой фильм, как бы эхо, послесловие от «Сен Элмо Файер», то есть «Огни Сен Элмо», и он решил съездить в гости к всем персонажам того кино. Но он сам нью-йоркец, а эти все в основном с Л.А., то есть Лос-Анджелес и так далее, то есть они с Юга, южане. И вот получается, что те, кто ближе к Голливуду, у них намного больше работы, намного больше контрактов, намного больше крутых кино. И, естественно, сплетен на них намного больше. А этот как-то остался там в Нью-Йорке, на севере, в тени там. И вот единственное, чем он живет, вот этим кино – «Огни Элмо». И, кстати, как только наступает октябрь, у меня прям тяга такая взять и посмотреть «Огни Элмо». Вот когда раньше у меня было в детстве каждый раз смотреть новогодние приключения Миши и Вити и Маши, вот сейчас вот эти «Огни Элмо» каждый раз подступают. Я просто хочу смотреть «Огни Элмо», «Притим Пинг», то есть «Красотка в розовом» и такого подобного плана. Не знаю, вот как-то вот я прикипела, можно сказать, к этому искусству американскому. Хотя, казалось бы, я должна была в прошлом посмотреть, а в прошлом я это не видела. Но мне это так зашло, потому что годы, все вот эти музыки и так далее, все, что они там смотрят, это все мое. Господи, что я сделала со своим губами? Короче, я сегодня, как говорится, скачу, как ковбой по прериям. Когда я расскажу? Мне нужно быстро уложиться, сейчас телефон сдохнет. Давайте, значит. «Someone to watch over me». И вот он, значит, как бы и охраняет эту красотку Мими Роджерс, которая там играла, вот это, как это, Эстебан, Эстебо какой-то, вот этот Чарли Шина брат. Господи, у меня все из головы вылетело, ну знаете, да? Он там играл, что так влюбился в эту на 10 лет старше девушку, и что хотел ее добиться. А у нее был свой собственный бойфренд. Слушайте, посмотрите вот это. «Сен-Элма» с Файеном. «Огнист-Элма», чтобы узнали, о чем речь. А я иду дальше, вот к этой Мими Роджерс. Там она такая черная красотка, черноволосая красотка, вернее, не черная, с темными глазами. А здесь она шатенка, даже больше как блондинка, с зелеными глазами. Ни за что они с ней сделали. Они просто до неузнаваемости ее сделали как-то другой. Совсем другой, как не Мими Роджерс. Потому что Мими Роджерс, вы все знаете, она рекламирует крем «Лориай» «Because you're worth it». Потому что вы этого достойны. У нее много чего, контрактов. Она тоже звезда. Но она старше, допустим, моего поколения. И выглядит, конечно, как идеально, даже сейчас. И много ролей ей дают. Но тем не менее, я возвращаюсь к напечатанному 1987 году. Как мне это понравилось кино. Но что мне понравилось больше всего? Понравился момент, когда на нее должны были напасть. То есть как бы он, преступник, проник в ее квартиру все-таки, невзирая на то, что ее так этот детектив охранял, так доохранялся, что они влюбились друг в друга. И он изменил с ней, своей жене. И он обожает своего сына маленького и жену. Но жена не может простить измену. Там такой и как бы трейлер, и детектив, и любовная история. Все вместе взятое. Обязательно посмотрите. Называется «Someone to watch over me». Кто-то, кто должен смотреть за мной. Не знаю, как там в русском переводе. Но совет дня прям. Вот он, если так увидеть. Я там сделала какие-то глупые картинки. Но мне кажется, вам сейчас ничего не будет видно. Единственное, вот этот вот актер вот так вот выглядит. А Мими Роджерс, где хоть бы какой-нибудь, чтобы я ее захватила. Вот так она выглядит. Вот она. Знаете, да? Красотка. Вот. И момент какой. Я все не хочу, как говорится, не знаю, как сегодня быстро рассказать. И вот не могу уместить мысли, потому что я делаю, как обычно, все без подготовки. Без сценария. Там был момент, такая полочка у нее. Не полочка, а целый шкаф. Те года, 87-й год, когда там у людей один парфюм на полочке стоял. И ту радость. У нее там стоят эти всякие флакончики. Такие интересные, такие мифические, кстати. Я забыла даже этим набрызгаться. Ладно, подождите. И это самое. Какие-то лаликовские, в основном какие-то редкостные бутыльки, такие с инкрустацией. Или какие-то вот такие вытянутые колпачки какие-то в виде чуть ли не обелиска. И какие-то вот вытянутые такие, как ладья. И там идет перестрелка. И он стреляет в этот шкаф, который зеркальный. И там он отражается. И тот преступник отражается. И вот этот, он стреляет в этот парфюмерный шкаф. Я думаю, это надо обязательно об этом сказать. Потому что я как только вижу что-то с парфюмерией 80-е, конец 80-х, 90-х, я обязана об этом сказать. Я обязана об этом хотя бы сделать фотографии. Но я не успела, такая перестрелка была, такие кадры. Только из-за этого можно посмотреть. И какие там парфюмы. В общем, уже насчитала, получается, недавно только я смотрела коктейль с Томом Крузом, да, в молодости. И у его вот этой, как бы, а-ля престарелой любовницы, ну, престарелой 30 лет, 30 лет престарелая, у нее были тогда, там, такие самые лучшие парфюмы. Тех лет, и всех можно, все парфюмы можно узнать по картинке. А в этом я даже вот не могла ни один раз познать, кроме того, что они все были такие шикарные, дорогие, вот, какие-то коллекционные лаликовские бутылки, вот, которые, лалик делает шикарные вот эти, не просто ювелирное искусство, не просто хрустальное искусство, а что-то сверху, как-то так. В общем, это я как-то скомканно сказала, но я просто хотела уместиться, пока телефон не сдох, да. Что касается вот этого вот «It's my turn», тоже, я ни разу после и до не видела эту актрису Джил Клейборг. Ну, Майкла Дугласа, конечно, все знают, Майкл Даглас. Тоже там любовь, такая любовь, морковь, вот она совсем показана по-другому, сейчас так не любят, как-то он больше как агрессивный, как мэн. То есть поведение мужчины, вот что я скажу, поведение мужчины очень отличается. Вот он как бы ее приглашает на сцену любви, как бы пытается ее раздевать сам. Сейчас уже вот как-то это невозможно воспринять, да. А тогда вот она там заводится, они начали играть в какую-то игру, и она такая игривая. Вот как-то поведение, все в этой жизни, я считаю, этот кадр я успела как-то схватить, пока не поздно. Я не знаю. Ну и там вот эта вот музыка, по-моему, Дайана Рос поет. «It's my turn», типа «А теперь моя очередь», на-на-на-на-на-на-на-на-на-на». Как-то я спела. В общем, это я сказала, это я сказала. Единственное, что еще не сказала, вот я в стриме сказала про танцора Джо-Джо. Там моментик был, когда он с этим пистолетиком детским пошел вымогать деньги. И он его положил туда в трусы свои блестящие. И трусы такие на причинном месте. Как-то выглядело очень, знаете, не то что сексуально, а как бы странно сексуально. И он вытаскивает из этого этот пистолетик и настраивает на него. И какие он там делал движения сексуальные, как он губки делал, вот этот комедиант. Это что-то с чем-то тоже. Ради этого можно посмотреть. И один момент еще я забыла рассказать. Там у него одна из любовниц, то есть четыре жены, как бы четыре любовницы. И вот эта последняя, Мишель, это вообще что-то с чем-то. Значит, он с ней знакомится в каком-то ночном клубе. И официантка собирается нести ей шампанское. Они там все богатые причем, афроамериканцы, но из богатых, не из гетто. То есть они были из гетто, но стали какими-то звездами. То есть как-то так. И в общем она сидит, такая пафосная, довольно-таки красивая. Он спрашивает официантку, это ты кому несешь? Ей, я сам донесу. Короче, берет вот это вот ведерко с шампанским. И завязывается конверсейшн, завязывается беседа, завязывается разговор. Потом он ее каким-то образом мифическим приглашает к себе домой. И как-то сначала они там играют в бильярд на спор. В итоге он сначала притворился, что он нифига не умеет играть. Она такая классная. Причем она была с длинным волосом. Такая фигура. А потом уже когда у них релэйшншип, когда у них отношения, она сделала короткую стрижку и едет к нему на шикарном кабриолете. Ну он уже там опять с наркотиками балуется и так далее. И она такая психует, едет с ним. Там такой пейзаж с открытым верхом, с открытым люком. Автомобиле. И они постоянно грызутся, грызутся. До тех пор догрызлись, что он говорит, так, ты зачем мне сказал, что тебе эту машину подарили? Ну-ка, выходи отсюда. Паркуй машину. Она говорит, ну подожди, заткнись. В общем, она запарковывает машину. Что он делает? Он говорит, ну-ка, вываливай отсюда. И он берет под откос эту машину. Пускай это там сумасшедшие деньги стоит. И она такая верещит на него. Ты что, сволочь, зачем ты это сделал? И она такая сумка его бьет. А сама как она была тогда в том фильме одета. На ней была, это в те годы, такая шикарная куртка из кожи, из тончайшей. И на этой коже была вышивка стеклярусом каких-то красивых звезд или каких-то цветов. Вот так вот по рукаву и сзади там вот так вот. Ну, в смысле, как будто бы немножко крылышки, да. Я вообще в шоке была. Мне так нравилось смотреть эту одежду. И как она на ней ладно сидела. И как эта юбка на ней сексуально сидела. То есть она в обтяжку и в то же время на распашку. Вот так вот. И здесь вот такой вот проведен шнурочек. Кто создал модель эту, я не знаю. Я посмотрела в титрах, я так не нашла, кто дизайнер. Но такому дизайнеру нужно пять звезд. Вот мое личное мнение. Вот. Вроде бы как я уложилась. Все, что хотела, рассказала. Теперь придется сделать другое видео по поводу, значит, октябрь. Я такая стою в метро, и какая-то девушка прошла, и от нее пахнет розой. И я думаю, блин, что-то такое очень знакомое. Вот просто чисто розой. Но у нее была она такая обычная разбеленная роза. А здесь это мощнецкая роза. По он фам де корон. Это самая моя любимая роза на все времена. Советую всем обратить на нее внимание, если, конечно, вам это удастся. Потому что это редкость, снятость. И просто нереально достать. А если достать, то по сумасшедшим деньгам. Это еще в те времена, когда корон был под другим начальством. Я, наверное, все-таки сделаю такое. Розы октября или розы ноября. Потому что я подумала, я никогда в жизни не использовала розы вот в такое время года. А сейчас я подумала, почему нет? У нас еще до сих пор нет снега. И вот так вот в масть просто прелесть. Эти розы. И у меня этих роз миллион. Наверное, мне нужно собраться, найти на это время и сделать видео. А на этом я заканчиваю свой репортаж. Спонтанный. Всем всего самого-самого хорошего. С вами была Сила Батафлай. Серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела. Все хорошего.